Дорогие друзья, у нас не было ни разу ни одного супа с лапшой, азиатского, настоящего, вкусного, но приготовленного с теми ингредиентами, которые вы имеете под рукой дома и нет никаких проблем. Ну, может быть, там парочку перьев из жопы-совые найдутся, но посмотрим. Может быть и нет. Во всяком случае, сейчас 21 век, есть интернет, и из близлежащих городов-миллионников вы всегда можете заказать доставку и вам привезут. Сейчас вообще с этим проблем никаких нет. Значит, для начала мне нужны говяжьи части, запчасти. Я взял ребра. Значит, у меня тут кастомаха еще осталась от другого ролика. Вот она. Мне нужен насыщенный, мощный, вкусный бульон, при всем при этом небольшое количество мяса. Я беру всегда для таких случаев ребра. Ребра очень удобные, потому что здесь есть косточка и есть мясо. И жирок тоже желательно, чтобы был. Только там, где есть жирок, всегда поглядывайте, вон обнаружился лимфоузел. Я уже привык по цвету их разглядывать, такие сероватые блестящие штучки. Вот, несмотря на то, что это говядина, в говядине мы не отдаем, не даем столько внимания говядине для того, чтобы разыскать все лимфоузлы. В говядине на них там тоже адские миллионы, но почему-то как бы все мирятся с этим, а у барана нет по-другому. Итак, здесь у меня кости и мясо. Несмотря на то, что полная кастрюля получилась, потом же я это все разберу, кости выкину, мясо обработаю там, что съедобно, не съедобно. Для меня-то вообще это все съедобно, потому что я вот эти жилки, все это выварится, я это обожаю. Бульона будет чуть меньше, и, соответственно, мяса тоже меньше, объем не переживайте. Значит, лук, луковица обязательно целиком, морковки никакой не нужно. Бульон я буду варить по принципу супа фубо. Вот так вот сразу сделаем. Здесь у меня лук, и смотрите, что еще. Имбирь. Вместе с кожуркой, да, я просто-напросто нарезаю имбирь кусками, так же вот сюда бросаю. Начал резать имбирь. Такой аромат дает вообще шикарный. Ну, вы без меня все знаете. Причем имбирь, не знаю, это такой корень, который, если не ошибаюсь, в наших полосах в России не растет. Его из Азии везут. Но при всем при этом, даже в Норильске, в обычном магазине, в супермаркете, можно встретить имбирь. Он есть вообще везде, везде. Я не знаю, почему. Популярнее, чем картошка. Все, теперь это нужно все опалить. Это можно, как говорят, запечь на сухой сковороде. Мы же с вами-то знаем, что если есть горелка, то это все происходит в сотню раз быстрее. Вот все, опалили лучок. Появились в луке же сахара много, он моментально чернеет, обгорает. Имбирь и лук для говядины, в частности, создают очень классный аромат. Прямо реально классный аромат. Но технология, вы поняли, французская, да? Потому что во Вьетнаме, например, на вопрос, какой национальный вьетнамский десерт, вам ответят крем-брюле. Именно так Фобо и появился в этом прекрасном мире. Французы приехали, подкорректировали немножко технологию запекания овощей перед варкой бульоном. Получился вкуснее. В Вьетнам с этим пользуется уже много веков. Ну, не веков, хорошо. Так сказал, вековка, будто тысячелетия там все. Теперь, все отсюда, небольшое количество соевого соуса, где-то 3 столовые ложки, там много не надо, щепотку сахара, просто щепотку вот такую. Все, теперь вода, наш спонсор Аквафор, вы его прекрасно все знаете, и до того, как он стал моим спонсором, и во время, и так далее. Но, единственное, что я вам могу сказать и хочу сказать, когда вы привыкаете к фильтрованной воде, жизнь перестает быть такой, какой она была ранее. Потому что вы начинаете чувствовать всю эту ароматику сточных труб и так далее, если мы говорим из-под крана. То фильтр решает все эти вопросы. А кувшинчик для тех, у кого нету места под раковиной для того, чтобы установить огромный фильтр. А у меня и то, и другое есть, у меня бонус, потому что у меня есть классный спонсор. Значит, теперь все это на плиточку. Доводим до кипения, снимаем накипь, делаем минимальный огонь, крышку накрываем так, чтобы она чуть-чуть была приоткрыта. И варим примерно полтора часа, потому что ребра это такая штука. Значит, нам их нужно сварить так, чтобы мясо было мягкое, но не в кашу. Нам тушенка не нужна. Бульон готов. Я его пока аккуратно снимаю. Теперь переходим к лапше. Значит, любую рисовую лапшу, плоскую, фунчозу, круглую лапшу, ее не варят. Разогревают воду, доводят до кипения, бросают ее туда, засекают 5-7 минут, в зависимости от толщины лапши. И все, она готова. Пока вода нагревается, я разберу мясо с бульончиком. С бульончиком такая история. Там вода закончилась. Традиционно, да, вы знаете, я уже не в первом ролике говорю о том, что когда мясо горячее в бульоне, нужно его отправлять в холодную воду. Для того, чтобы оно остыло, те соки, которые есть, остались внутри. Вот смотрите, когда мы открываем кастрюлю, пар, видите, вот это испаряется влага. Очень часто в ресторанах люди берут, шеф-повара, кладут мясо на противень, ставят на окно остывать. И вот так вот покидает влага мясо, и потом оно сухое и невкусное. Азиаты делают так, берут в холодную воду, кидают. Для того, чтобы оно сразу остыло, во-первых, очень быстро можно с ним работать. Не надо ждать, когда оно через час остынет. Кости тут местами сами отваливаются. Если тазик небольшой, можно с тех ребер, которые уже остыли, косточку снять. С некоторых уже в процессе кость отлетела. Вы меня наверняка хотите спросить, а что бы лапшу-то не закинуть туда просто и все. Азиаты так не делают. У азиатов всегда лапша наваренная и чистый наваренный бульон. У азиатов не принято варить в бульоне лапшу. Во-первых, она превратится в кашу. Во-вторых, ну вот додумались они, понимаете, я вам твержу который раз уже. Не варите в курином бульоне лапшу-паутинку для куриного супа. Отварите ее в отдельной воде. Сбрызните капелькой масла, положите в боксик, в холодильник уберите. Надо вам, куриного бульона налили, лапши отварной закинули, подали, все. У вас лапша не будет делать вкус бульона мучным, понимаете. В этом, это азиаты, конечно, для меня, я когда начал изучать азиатскую кухню, для меня много-много-много вообще всего такого интересного открылось. И это прям железная логика, это железная логика. Косточки все выкидываем. Алиса, прости, но тебе такие большие косточки нельзя. Ты собачка маленькая, косточка такая огромная в рот тебе не войдет. Тем более они вареные с имбирем. Рисовая лапша у меня самая, что ни на есть, обычная, плоская. Вода закипает, я всегда по дурацкой европейской привычке добавляю сюда соль в воду. Вообще азиаты не добавляют, потому что там в бульон еще идет всевозможные специи и приправки. Ждем, все-таки давайте не будем торопиться. Вот смотрите, наваристый бульон на костях. Да, как вы помните, лук-имбирь, аромат просто божественный, божественный. Алиса даже не выходит из-под стола. Такая типа, я далеко не пойду, я буду делать вид, что я не интересуюсь едой. Как будто бы я здесь просто тусуюсь. У нас группа тоже, мы же в Тайфеврале летим. Группа тоже там в чате. Коронавирус, коронавирус, Китай. Я надеюсь, что до Таиланда это ничего не ползет. Тем более это будет 16 февраля, я улетаю 14 февраля. Очень мы все пальцы держим, чтобы нас это миновало. Не дай бог, конечно. Не дай бог каждому из вас никаких болезней, дорогие друзья, подписчики. Но это серьезная штука. Столько уже погибших в Китае. Эх, ладно, что мы о грустном. Закипела ботва, сразу же отправляем сюда. Буквально от шелухи, от какой-то, не надо мыть кастрюлю до чисто. Просто нужно вернуть бульон обратно сюда. Смотрите, у супа каких-то корней, таких определенных, нету. Не могу сказать, что это китайский. Он и китайский, и вьетнамский, но не тайский точно. Он такой, больше юго-восточная Азия. Вот что-то, микс Китая и Вьетнама. Вот так, правильнее будет сказать. Значит, как только... Давайте сделаем так. У меня был микс пяти специй китайский. Но, судя по всему, я не вижу его. Значит, давайте вот так сделаем. У меня, во-первых, есть гвоздика. Четыре гвоздика. Сюда отправляем. Можно сделать так, как делают азиаты. Связать все в марлечку и отправить туда. Но можно и, знаете, как делают русские шеф-повара. Подают вам том-ям, а там вся эта труха, она плавает в тазике. Одну звездочку аниса. И палку корицы. Не, наверное, для такого объема палки будет многовато. Я кусочек небольшой. Сюда. Все, доводим до кипения. Теперь доводим до вкуса. Значит, во-первых, мне нужен вот такой ингредиент. Это соус шрирача. Значит, пусть это будет реклама. Не важно. Главное, что, во-первых, этот соус очень популярен. Он сам из Таиланда. Называют его азиатский кетчуп. Продается практически везде. Сейчас уже очень-очень много. Если вдруг вы живете совсем в глухой деревне, ну, значит, придется вам заказать это перо из жопы совы из крупного города. Но он реально в каждом крупном городе есть. Там, где есть азиатик, там, где есть азиатские рестораны. Они есть везде в России. Есть в этот соус. Это один из самых популярных соусов. Почему его называют азиатский кетчуп. Он нам понадобится. Мы не отварили яйцо. Итит-колотить. Так, яйцо. Вот одно яйцо. Значит, делаем так. В бульон добавляем одну столовую ложку кетчупа вот этого. Во-первых, учтите, что он острый. Поэтому прикидывайте. Ох, зараза, острый какой. Учитывайте по своей остроте. Обязательно должно быть соли, знаете, впритык. Вот как будто вы хотите пересолить, но вовремя остановились. Почему? Потому что лапша, во-первых, на себя заберет эту соль. Во-вторых, мяса. Соли мало. Вот здесь нам приходит на помощь соевый соус. Одну столовую ложечку добавили. Размешали. Обязательно черный перец. И все, легенькое кипение. Легкое-легкое кипение. Легкое-легкое кипение. И еще одну щепотку сахара. Он должен быть не сладкий, он должен быть такой, знаете, очень мягкий вкус иметь. Бульон. В Азии всегда добавляется сахар или патока для того, чтобы сделать его вкуснее и мягче. В Америке живет двоюродный брат моей жены Марк. Если вдруг, Марк, смотришь этот ролик, привет тебе. Значит, оказывается, что в Америке вот эти вот лингвистические, так сказать, инсинуации, все же там язык-то не чистый, оксфордский, как мы, россияне, привыкли изучать в школе, да? Я вот лично оксфордский курс английского языка учил. И там все должно быть правильно. Хороший оксфордский акцент там. Все должно быть вот так. В Америке все поиначе, а яйца варю нефильтрованной в воде. Их чистить потом. Так вот, в Америке буквы проглатываются, и он говорит, срача. Я говорю, что? Он говорит, срача? Ну, срача. Я говорю, почему не шри-рача? Он говорит, нет, срача. Срача. Поэтому я его сам для себя называю срача. Вот, по-русски звучит забавно. Яйцо нужно отварить 5 минут, чтобы желток схватился, но не стал синим. Я вообще противник, и сто раз говорил, я противник синего яйца. Синие яйца. Что это такое? Вот смотрите, что у нас происходит. Вот за время пребывания в кипятке лапша стала в два раза больше, толще. Напиталась водой. И если вдруг вы сомневаетесь, если вдруг вы не успели засечь время, просто-напросто возьмите одну лапшину. Она почти. Ей еще минутки три подлежать. Все, вода остывает, ничего не происходит. Класс? Класс. Так, мясо остыло. Для мяса мы возьмем другую досточку. Чтобы эту не мыть, давайте вот этот кусочек возьмем, он посерьезнее. Все, красивый кусочек мяса выбрали. Аккуратно его порезали. Все, мясо у нас готово к тому, чтобы отправиться в тарелку. Помимо мяса. Помимо мяса у нас туда идет лук. Зеленый лук у меня спрятан здесь. Можно туда добавить еще и кинзу. Но это уже на ваше усмотрение. Китайский, вьетнамский, японский суп может быть без кинзы и с кинзой. Но он не может быть с укропом, петрушкой. Не может быть. Он может быть только с луком. Вот такие варианты есть. Поэтому маленькими колечками это идеальный вариант. Чтобы у вас в тарелке были и зеленые колечки, и белые. Ты чего дрожишь-то, барсук? Ты что-то такая жалкая собачка, которая хочет покушать, вкусно пахнет, но никто не дает, да? Ай-яй-яй, барсук. Что за манипулятор из тебя? Вот что за собака-манипулятор, а? Так, яйцо сварилось. Ледяная вода. Ну и, соответственно, все ингредиенты готовы. Тарелка чистая. Как я люблю чуть смяточку, чуть смяточку. Охладиться только надо хорошенько ему. А то чистится плохо. Некоторые, в том числе Вильям Поклебкин, в своих книгах пишут, типа, чтобы очистить хорошо яйцо, его нужно разбить, а потом положить в холодную воду. Для того, чтобы вода прошла между скорлупой и пленкой. Тогда оно будет очищаться лучше. Хрень-то собачья все, дорогие друзья. Хрень собачья я пробовал и на свежих, и на фермерских, и на недельных, и двухнедельных, и на перепелиных, и цесаринных, и утиных. Эта штука работает только в связке с определенным яйцом. Ну вот, мы знаем, да, что свежее яйцо чистится хуже. Неделю полежавшее чистится лучше при одинаковых условиях. Так вот, оно как чистится с разбиванием, так и без разбивания чистится так же хорошо. Поэтому тут, короче, у нас в гастрономическом мире столько всяких недочетов и перечетов, что, казалось бы, кому верить? Да никому, нужно просто проверить и решить, нравится вам это или нет. Теперь берем лапшичку и перекладываем вот сюда. Техника подачи будет как рамен японский, но вкус будет исключительно китайский. Смотрите, что делаем. Перекладываем сюда лапшу. Ё-моё, ты когда-нибудь закончишься, нет? Лапша еще горячая. Учтите этот факт. Выкладываем как рамен. Теперь половничек. Яйцо для меня чуть-чуть мягковато, сырее, чем надо. Есть простой способ. Берете очищенное яйцо в половнике и опускаете в кастрюльку. Бульон кипит. От белка вкуса у бульона никакого не прибавится. Ну, то есть он не будет со вкусом белка какого-то или еще что-то. Все, просто прогреваете дальше яйцо, и желток больше стабилизируется, и яйцо чуть тверже становится. Буквально там 3 минутки, 2 минутки. Повертите его в половники, побулькайте. Так, яйцо чутка подварилось. О, ароматный. Ароматный бульончик со специями. Наваристый. Говяжий. Видите, из-за соевого соуса и шерерачи он становится темный. Это очень, очень хорошо и вкусно. Опа! Смяточку. Смяточку яичка. Вот так вот его ставим. О! Чтобы красиво было. Это буду облизывать. Приятного аппетита, дорогие друзья. Сейчас буду пробовать я его. Где палки мои? Вы-то вот не знаете, да? Монтаж такая штука. Везде все монтируют, и вам кажется, ролики все глянцевые. Вот у нас сейчас 5 минут, с продюсером была перепалка такая. Он говорит, для людей непонятно, что делать теперь с этим мясом. И почему, например, это мясо нельзя вернуть в этот бульон. А тут все очень просто. Мы, наверное, моя вина, что мы не договариваем таких вещей. Вот это мясо, когда оно полностью остыло, его нужно сложить в бокс пластиковый и поставить в холодильник для того, чтобы потом использовать. Лапшу эту нужно также сложить в боксик и поставить в холодильник. Ее нельзя замачивать, она раскиснет. Это рисовая лапша. Мясо, если сюда отправить, оно пропитается все специями. И у вас будет одна каша. Для русского человека я понимаю, что это все оливье. Все, что сложил, все, что было в холодильнике, винегрет или оливье. Да, в русской культуре такое есть. Но в азиатской такого нет. Бульон этот нужно перелить в маленькую кастрюльку, поставить туда. Завтра вы берете просто мясо и бульон. Если у вас безуглеводная диета или еще что-нибудь. Овощей нашинковали, слегка припустили, закинули, бульоном залили, мясо добавили. Все, у вас получается безуглеводная история, раздельное питание. Кто любит с картофаном, ну, докиньте картофан, значит, туда. И если закончились макароны. Это все сборное должно быть. Нельзя все вместе хранить в одной кастрюле. Нет, конечно, можно. Я же смотрю там, вы пишите мне комментарии. Я, типа, сделал все так же. Только мясо заменил на индейку. Бульон заменил на картошку. Грибы добавил и лук убрал. Все, другое блюдо, совершенно верно. А есть его нужно двумя руками. Как все азиаты, палочки, они у нас идут в правой руке. Ну, у меня металлические многоразовые. Если что, можно их всегда прокипятить в бульоне, и они будут стерильные. В левую сторону берем ложку. Ложкой мы пьем бульон, а палочками правой рукой, это я сейчас про вшав, я сейчас про правшу говорю, у левши все наоборот. Вот какая основная рука, тем мы, то и мы и пользуемся для привлечения в наш рот плотных ингредиентов. Можно вот так сделать. Все, и так едим. И здесь, пожалуйста, не бежите мне, блин, что я там. У азиатов считается нормой. Тянуть, причмокивать, чавкать. Поэтому представьте себе, что я сейчас китайцы, Вася. Вася, Вася, Вася. Крепку на бок и поплыл в Азию. И кто-то со мной 16 февраля по 1 марта в гастротур по нетуристическим местам Таиланда. Рынки, плантации. У-ху! Да. Приятного аппетита. Спасибо, что посмотрели. До новых встреч, дорогие друзья. Продолжение следует.